ДОНЕЦК Я не сомневаюсь, мы освободим аэропорт. Мы освободим Донецк, мы освободим Крым. Это наша земля, и мы восстановим аэропорт. И там мы сделаем под склом заложки арматуры, бетона и напишем «Слава Киборган». Поместим там под стеклом остатки арматуры, бетона и напишем «Слава Киборгам». Слышали? Возьмем Донецк. А вот через день Порошенко уже в другом костюме и в гриме под шоколад, но тоже в свете софитов. Сладко закатывает глаза и сжиман наклянется, что даже не помышляет о Донецке, мол, все это русские газеты. Среда, Берлин, интервью для ЦДФ. Господин президент, я должен заметить, что вы подливаете масло в огонь, когда заявляете, что вы собираетесь отвоевать Донецк. Это высказывание очень обеспокоило немецкое правительство. Господин Клаус, я благодарю вас за этот комментарий, но советую вам не читать российские газеты. Это единственный источник, где вы можете найти такую бессмыслицу. Я президент мира. Знаете, я бы сказал, прямая ложь, это сильная сторона Порошенко. Благодаря ей он пришел к власти и в первый год добивался многих своих целей. Да и Западу было удобно за Порошенко повторять, например, про российскую армию на просторах Украины. Сейчас, похоже, Порошенко как компрометирующую фигуру сливают. Важный звонок прозвучал для Порошенко от США. Государственная американская радио «Свобода» вдруг в пятницу публикует на своем англоязычном сайте мощный, хотя уже и не свежий компромат на президента Порошенко. Суть в том, что тот с помощью мутных схем захватил в историческом центре Киева более гектара заповедной земли под строительство особняка, повредил здание памятника 18 века, остав президентом, остановил прокурорское расследование по этому поводу. При этом радио «Свобода» подчеркивает, что Порошенко, будучи главой государства, как олигарх, не избавился ни от одного из своих бизнесов. Совпадение? Не думаю. Иначе зачем нужна такая публикация на американском госсми? Шоколадный король, похоже, начинает таять, поплыл. Еще один прокол Порошенко – отказ американского сенатора Маккейна войти вместе с Саакашвили в комиссию по экономическим реформам Украины. Порошенко вписал туда Маккейна, его не спросив самого. Теперь получил понусу. Ну и, наконец, Джон Керри, попросившись на встречу к Путину в Сочи, уже не цитировал от Порошенко одиозную ложь. Продолжение следует...